Кстати о компании Сибур, чтобы вы понимали вообще масштаб. Ее совокупная выручка в прошлом году составила более 8 миллиардов долларов. Производственные площадки находятся в 20 регионах страны. На них занято около 23 тысяч сотрудников. Тут можно сказать, что Тюменской области повезло заполучить такие инвестиционные проекты, как Полимер и Запсепнефтехим. На строительство Запсепнефтехима с участием фонда прямых инвестиций был привлечен 1 миллиард 750 миллионов денег. Вернуть государству их должны до 2030 года. С условием, что предприятие входит в пятерку лидеров по производству базовых полимеров в мире, шансы кажутся реальные. К нам присоединяется Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве РФ. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Вот с точки зрения импортозамещения, как вы оцениваете вклад нефтехимических производств в Сибура? Ну, здесь само предприятие нынешнее, оно, конечно, построено с учетом всех мировых тенденций, и технологию пиролиза дает немецкая Линда, технологию производства уже полимеров, полипропиленов дают Великобритания, соответственно, и так далее. То есть самые передовые мировые технологии там как раз использованы. Но при этом при строительстве самого предприятия использованы отечественные материалы, отечественные подрядчики, поэтому в этом плане определенный экономический эффект для России уже создан, загружены мощности строительных компаний, и дальше просто на базе иностранной технологии будет производить, соответственно, уже товары в России. Поэтому здесь, конечно, мы не можем пока говорить о том, что все абсолютно на предприятии Сибура отечественное, потому что мы здесь не являемся, наверное, лидерами технологическими. Но как раз-таки подобные предприятия и дают импульс к тому, чтобы разрабатывать свои технологии, и всегда первые предприятия у нас традиционно в стране являются с большой долей иностранного оборудования и технологии, а потом постепенно-постепенно эта доля начинает сокращаться. Мы учимся делать что-то сами, смотрим на иностранные вот эти аналоги. Поэтому если в дальнейшем будет происходить нефтегазохимия, то вполне возможно, что локализация будет гораздо больше, чем на данном предприятии. Но оно такое пилотное, стартовое, поэтому логично, что там много иностранного оборудования. А из-за коронавируса спрос на продукцию из полимеров как-нибудь поменялся? Ну, здесь, конечно, мы видим, что в отдельных сегментах он уменьшился, с другой стороны, в других сегментах он увеличился, так как полимерная продукция используется, например, в медицинских целях, то там мы видим, наоборот, взлет спроса, потому что все эти защитные костюмы, которые сейчас используют медики, даже эти маски, которые мы все используем, они тоже деланы из полимерной продукции, и в этом сегменте рост огромный. С другой стороны, мы видим заморозку ряда промышленных объектов, строительство автомобильной продукции, потому что никто не перемещается в тех объемах, которые были раньше, соответственно, и машины, в общем-то, не покупают в таком объеме. И это приводит к тому, что те пластики, те полимерные продукции, которые были для автопрома, она проседает. Кабели, всевозможные трубы, которые использовались при строительстве разных промышленных объектов, жилой недвижимости, они тоже немного проседают. Но это, скорее, уже эффект общего глобального экономического кризиса, причиной которому стал коронавирус. И по мере выхода мира из проблем с коронавирусом мы будем видеть восстановление экономики и даже бурный рост в отдельных сегментах, потому что там наблюдается отложенный спрос. То есть все заморозилось, но именно потому, что есть определенные ограничения по контакту людей между собой. Как только проблема с коронавирусом будет решена, соответственно, эти проекты будут ускоренно реализовываться, и тогда, в общем-то, мы увидим этот эффект отложенного спроса, когда на полимерную продукцию будет ажиотажный уже спрос. Вот смотрите, по оценкам экспертов, вклад Сибура за счет запуска запсиб нефтехим в рост несырьевого экспорта в России в 2020 году может составить до 15%. Вообще, что стоит за этой цифрой? Вообще, для жителей страны, что это вообще такое? Что значит? Ну, тут важно отметить, что запуск завода начался еще в начале 2020 года. Ну да. И весь 2020 год мы видим выход на проектные показатели работы. То есть сейчас мы, так сказать, отмечаем выход на запланированные мощности по 2 миллиона тонн продукции в год годично. Но увеличение производства шло весь 2020 год. Поэтому, соответственно, и частично на экспорт тоже увеличилось отгрузки полимерной продукции. И вот в увеличении экспорта несырьевой продукции, вот там доля предприятия Сибура, она как раз около 15-20%. То есть это не доля вообще в экспорте несырьевой продукции, а именно в увеличении. Но это тоже существенные показатели, позитивные для России, потому что сейчас экономический кризис везде, соответственно, потребление меньше, перемещение товаров меньше, и вообще у нас экспорт падает. Поэтому, когда в каком-то отдельном сегменте мы, наоборот, видим рост, причем такой большой, то, конечно, это позитивно для страны. Ну и плюс к тому, государство выделяло кредитные средства на реализацию данного проекта Сибура из Фонда национального благосостояния. Поэтому, чем лучше будут идти экономические дела у Сибура, тем быстрее он, ну и, соответственно, надежнее, можно сказать, вернет эти деньги государству, и государство может поправлять их на другие проекты. Ну вот, поэтому в успешности этого проекта государство, конечно, очень сильно заинтересовано. Спасибо большое за ваше мнение. На прямой связи из Москвы в эфире вечернего хэштега был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве РФ.